Всем привет и добро пожаловать на канал Played Home. Сегодня я хочу познакомить вас с игрой, которая называется Scrapnaut. Это выживалка с построением базы и элементами стимпанка. Ну а раз разговор зашел про выживание и стройку, значит в игре будет большое количество крафта и добычи ресурсов. Однозначно любители по фарме должны оценить эту игру. Приятного просмотра. Привет мир! Так называется наше первое задание, хотя по сути это некое обучение, которое надо пройти. Я за кадром уже немного поиграл, поэтому я вам сейчас сам быстро все расскажу что-то как здесь и мы отправимся в свободное плавание, будем уже строить и что-то там выживать. Значит в правом верхнем углу у нас идет это количество дней, сколько мы выживаем и соответственно время суток. Дальше внизу сердечки, морковки, это здоровье и голод и классический тулбар с быстрым доступом к предметам из нашего инвентаря. Дальше справа здесь мы можем то, что надеть на нашего перса и слева это общая статистика по цифрам, опять же самое здоровье, голод, кислород и суммарно броня. Также есть отдельная вкладка crafting skills, это книги, которые мы будем находить во время нашего путешествия. Чем больше книг и знаний в определенной сфере, тем лучше вещи мы делаем. Короче максимально все лаконично, понятно и просто. Дальше вкладка рецептура, чтобы мы понимали как вообще взаимодействовать с предметами, как выключать электронику, заниматься кулинарией или фермерством. Журнал, это квесты и карта. Она достаточно большая для такой игры, все разбито на определенные территории. Каждая территория это по сути свой некий уникальный биом, который можно и нужно будет посетить. Ну а значки вопроса это значит просто какие-то там есть объекты либо постройки, с которыми можно взаимодействовать. Короче действительно все очень и очень просто. А сейчас мы собираем все, что можно особо унести. У нас как раз появляется наш первый топор и идем по заданию открыть дверь и вообще в принципе покинуть это помещение. Только единственное, что у нас вот здесь семена еще есть и суп в баночке. Кстати еще ни разу не ел суп в банке. Я ел гречу из банки, но вот суп из банки как-то не доводилось. А стоп, еще сундук есть. Тут у нас идут свежие помидорки прямо как у бабушки на грядке и наша первая книга скиллбукс, о которой я говорил ранее. Что в сундуке? Фабрик, стоун, камни идут, помидорки, у нас очередная пачка металла, еще одна книга и разрушенная контрольная панель. Но она пока не активная и для нас она вообще не интересна. Поднимаемся выше и идем к нашему компьютеру. Хотя стоп, сначала давай здесь уберем. У нас здесь кирка появилась, книга. О, у нас здесь есть дубинка, 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 дубинка. Мы ее наверное сразу закинем вот сюда и вообще в инвентаре наведем порядок. Я люблю, когда здесь все разложено, все ясно и быстро используемое, находится на виду. А все, весь стальной хлам где-то там, позади. Дальше. Радар. Это что-то типа планшета, который мы будем использовать в виде мини-карты. И наше первое препятствие. Дверь. Раздолбанная дверь, поэтому мы будем себя как-то выламывать отсюда. Единственное, маленькие есть минусы. Вещи, которые мы раздолбываем, нам за это ничего не дают. То есть, по идее, должен вывалиться скраб, но его тут нет. Крафтинг. Понятно, здесь вещи, которые мы можем производить именно на этом верстаке. Здесь у нас еще есть скраб чуть-чуть и доски какие-то в сундуках хранятся. Прямо скраб механик вспоминается, да? Кстати, очень интересная игра. Кто не играл и кто не смотрел, обязательно гляньте. На канале это все есть. Так, это мы забираем и подходим к нашему компу. Что случилось? Я нихрена не помню. Есть записи какие-то. Что-то врезалось в наш второй двигатель и фюзеляж корабля полностью разрушен. Где я могу найти помощь? Я не знаю, в общем, мы разбились около старой башни. Попробую поискать что-нибудь там. Хорошо, я туда-то отправляюсь. Подожди, кислород вокруг планеты очень заражен, поэтому следи за уровнем своего кислорода на рюкзаке. Это все. Также ты можешь найти снаружи щит. Используй его и вообще тебе эти вещи могут пригодиться. Возвращайся, когда еще не найдешь. Ясно. Все, мы с вами все получили, мы с вами все узнали. Поднимаемся на поверхность. И что мы видим? Тот самый наш корабль. Сразу, кстати, да, лут забираем. И смотрите, у нас есть синяя и желтая шкала О2. Как только она будет вниз опускаться, соответственно, мы будем терять здоровье. Поэтому надо нам наладить вообще кислород в радиусе. И для этого потребуются кислородные вычки. Но сперва щит. Забираем вот это все. Забираем скраб. Ботиночки мы сразу накинем вот сюда. Баллон, наверное, я хочу поставить вот сюда. И что? У нас маркет висит куда-то идти надо в левую сторону. А, давайте я сразу биту возьму. Потому что тут у нас есть красная точка. А красная точка это враг. Значит, встаем в боевую стойку. Ну, давай, иди сюда, дрондулет летающий. По пятнашке наяривай, да? Или нет? Хотя, подожди, стоп. Там, по-моему, по битси должно быть больше или нет? А, да, атака 15 у него. Ну и ладно. Забираем все, что там с него вывалилось. Электродетали, скраб. И можно потихонечку пробираться дальше. Еще скраб у нас тут находится. Пенек. О, кстати, пенек можно забрать? Не? А, требуется лопата. Вы корчевкой заниматься? Серьезно? Это я даже и не знал. Ну, проверим. А что нам задается за пенек? А, за пенек нам дают дерево. Ну, в принципе, логично, да. Электрокомпоненты, радар-контроллер, как раз, о котором шел речь. Забираем его. И вроде как все. Кстати, по поводу игры, да, здесь вся она будет построена. И график, конечно, в таком стиле, и вид сверху. Поэтому, ну, по сути, играть очень даже комфортно и удобно. Видишь сразу с большой высоты много разных объектов. Так, уголь нам пока не нужен. Мы его трогать не будем. Шуруем к нашему компьютеру. Он там заждался. Надо все будет автоматизировать уже, подключить. И дальше идти по исследованиям. Компьютер. Мы идем. Так, я нашел вот этот девайс около башни. Надо как-то его использовать. Ты можешь подсоединить его в главном контроле. И если что-то получится, я там посмотрю, что там по записям. Хорошо, сейчас мы это все дело подключим. Он у нас, по-моему, был вот здесь на первом этаже. Да, на первой палубе. На нижней палубе, точнее. Компьютер. А, точнее, консоль мы подключили. Возвращаемся теперь к компьютеру. Ну, и что ты мне скажешь, друг, на все это действие? Так. В общем, я так понял, здесь все повреждено. Но он смог прочитать одну какую-то локацию. И что там я могу найти. Да я вообще без понятия, что там можешь найти. Но я поставил маркер на твою карту, поэтому дуй туда. Да, и заодно все проверить, что там находится. Если это возможно. Хорошо. Гооксигенфильтр. Отправляемся опять наверх. И куда нам идти? Ага, вижу. То есть нам получается на восток. Осток. Только единственное, я думаю, может попробуем спрыгнуть сразу с крыла. Или мы, интересно, разобьемся. Не, не разбились. Урон не прошел никак. Грибы из... О, стоп. Ничего себе, скраб здесь у нас еще находится. Камни мы трогать явно не будем. Главное, грибочки. Грибочки наше все. Это прямо must-have. Они, во-первых, у нас часто встречаются. Во-вторых, они нам пополняют еду и здоровье. Правда, очень мало. Но это лучше, чем ничего, сами понимаете. Тем более, пока что мы не можем ничего из этого готовить. У нас нет никаких вещей. Да и, в принципе, точек для строительства тоже у нас здесь пока нема. О, враги на карте отображаются. Нет, здесь мы-то не будем... Точнее, туда мы не пойдем. Мы лучше здесь это все дело как-то попробуем обойти. Скиллбук, оксигенбак забрали. А, здесь грибочек. О, грибочек. Прямо, да? Как из анекдота. Блин, это анекдот классика уже стал. Тут есть что-то в округе? У нас тут есть еще... О! Меч забираем. И все вроде можно... А, стоп. Вон еще сундук есть. Сундучело. Сейчас посмотрим, что там внутри. Доски. Ну, ладно, это тоже не... О, стоп. Там не только доски. Там еще у нас еда, суп, книга. Еще детали скрапа. Ладно, погнали наверх. Тут у нас есть... А, да, робот. И скрап, и грибочки. И сразу все, и много вкусного, интересного. Значит, его зовут Расти. Я видел, как ты приземлился. И это просто вообще невероятно, что ты до сих пор еще стоишь на ногах. Подожди, а кто ты такой? Человек? Серьезно? Я видел вас в последний раз около двухсот лет назад, когда этот остров еще был пригоден для жизни. А что ты здесь делаешь? Мои ноги повреждены, и поэтому я не могу двигаться. Ясно. А что это за машина посередине? Это кислородные фильтры. Это последняя попытка пользоваться с кислородным заражением. С грязнением, точнее. Эта машина, как и другие, повреждены. Я ничего не знаю о других, в принципе, фильтрах, но если этот починить, то это будет не так уж и сложно. А где я могу найти детали? Да, в принципе, все, что тебе нужно, есть в моем укрытии, поэтому в моем убежище можешь спуститься и там все посмотреть. Хорошо, я попробую это починить. Значит, нам показано, что нам сейчас для этого требуется. Тут какой-то двигатель, детали и платы. Все это мы найдем, закинем в тулбар и сможем починить. Но сперва, конечно же, надо забрать грибочек и спуститься внутрь. Так, нам там требовалось еще раз. А, хотя давайте еще требовалось. Мы будем просто все подряд забирать. В смысле фулл инвентарь? Как так-то? Хорошо, ладно, давайте сделаем все это. Чем образом я тогда съем вот эти тыквы. Я съем, наверное, вот эти помидорки. Чуть больше места освободилось. А что бы выкинуть? А, кстати, слушай, это сколько у нас урона? 27, 15. Нет, это я выкидывать точно не стану. Это нам вот сюда пригодится. Даже вот так поменяем местами. А вот выкинем мы... Блин, ничего мы не будем выкидывать. Грибы что-то съесть? Хотя, ладно, попробуем так. Может прокатит? Так, да нет, не прокатит. У нас морковка еще не вылезает. Блин, 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 блинские. Так, а если мы, предположим, давайте выкинем камни, допустим, да, например. Они все-таки у нас собираются, а вот морковка, эта еда нам пригодится по-любому. Это сюда. Для скраба у нас новый стак пошел. Забрали. Помидоры, которые у нас уже, естественно, никуда не залезают. О, так, еще семена. О, кстати, мы можем себе что-нибудь сделать и заодно потратить ресурсы. А что у нас было вообще одето сейчас? У нас есть шмотки на три брони и ботинки на четыре. Больше нихренашеньки. А на куртку требуется... Блин, у нас фулл инвентарь. Я понял. Так, что мы там можем выкинуть? Давайте выкинем, наверное, доски. Вот таким вот образом, да? И сейчас тебя сделаем. Готово. Шмотка плюс три брони. Неплохо. Вот такие все в коричневом уже одеваемся. Дальше. Четыре... Сколько здесь у нас идет бронька? Шестерка. А, ну здесь требуется еще три фабрика. К сожалению, к сожалению, нема. А для шляпы? А для шляпы требуется у нас книг больше. У нас, к сожалению, не хватает. Ну, ладно. Семена забираем. Букса. Еще одна. Кстати, может, теперь хватает? Их нет? Нет, три. Немножечко не то. Крафтинг стейбл. Пока ничего не надо. Хотя, 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 хотя. В крафтинг тейбл можно попробовать. Знаете, что сделать? А, нет. Ничего мы здесь не сделаем. По причине того, что здесь делаются только инструменты. Оружие, к сожалению, мы здесь произвести не можем. А вот здесь можем. Требуются две доски. Здесь то же самое. Блин. Я бы, в принципе, дубинку бы обновил. По идее. Было бы неплохо. Но, к сожалению, бревен нет. Даже если то одно бревно, которое мы выкинули, опять его соберем. Нам это как-то не поможет. Ну, идти, либо колотить куда-то на улицу. Ладно. С этим мы разберемся. Хотя, знаете, как мы можем разобраться? Чтобы было больше свободного места, мы теоретически можем сейчас потихонечку подниматься наверх. И собирать, и выкладывать, точнее, все то, что уже у нас имеется. Например. Там нам требовалось железо, да, по-моему, несколько штук. Мы берем двигатель, вот сюда кладем. Плату, вот сюда. Ну-ка, семерка. А, три штуки. Я понял. Девять сюда. И двигло вот это. Мы ставим вот сюда. Шикарно. Все заработало. У нас на территории теперь, правда, пока не знаю какой, но здесь у нас кислород имеется. Больше никаких загрязнений нету. О, стоп, 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 стоп. А если вот это говно можно сробить? А, так и так, так или иначе, кстати, эти кусты нам дают древесину по одной штуке. Так это прямо охрененно, я вам скажу. Тогда мы сейчас что-нибудь себе сделаем, обновимся. Вот это заберем и вот это. Сейчас, наверное, вниз зайти и произвести себе вот это, наверное. О, да, это прямо 17 урона. Здесь 15, да. Делаем. Вот эту хрень я, наверное, там выбрасываю, чтобы место освободилось. Вот это вот сюда у нас. Грибочки сюда. Да и, в принципе, вот так вот. Вот так вот и вот так вот. Во, готово. Так, где-то там товарищ. Погнали к нему. О, я вижу, ты смог это сделать. Теперь мы можем здесь дышать. А, слушай, а где я могу найти какие-то детали для моего корабля? Ну, я не знаю, но есть шанс, что вы можете найти что-то полезное на заброшенной фабрике. Это находится на южной части острова. Хорошо, я пойду это проверю. Да, это, наверное, невозможно. Путешествие на такие большие дистанции без кислорода просто верная смерть. Хотя, у меня есть план, но ты должен будешь мне помочь. А что я должен буду сделать? Ну, ты сначала должен будешь о себе позаботиться. Тебе нужна бывает еда. В общем, в принципе, все, что угодно. Есть хорошее местечко для всего этого. Я поставлю... Точнее, я добавил метку на твою карту. Это специальное место, где нет никаких атак. Следующее место, это тебе надо будет найти телепорт. И если вы потратите некое количество времени, то вы сможете его даже активировать. Также у меня есть устройство, которое будет превращать сырые материалы в выбранные объекты внутри построенных полей. В общем, возвращайтесь завтра, когда вы построите укрытие. Ясно. Нам надо искать место для нашего лагеря. И туда мы как раз-таки должны будем сейчас сразу отправиться. Сколько нам туда шуровать? Ох, боже, у нас, во-первых, еда очень сильно просела. Давайте-ка, наверное, сразу же отправимся в наш инвентарь и неплохо так покушаем. Значит, супы у нас по этот вход. 99. Все, мы на фулке. Сейчас, на самом деле, только и бежать. Во-первых, нихрена не видно. А, кстати, стоп, нихрена не видно. У нас же есть лампа. Не Аладдина, конечно, но тоже неплохая должна быть. Она включена сейчас? А, она даже автоматически вешается наверх. Слушайте, ну это круто. Она прямо установилась, что ли, туда? Да. Слушай, замечательно. Единственный вопрос. Она сядет, что-то я никаких не вижу у нее потоков энергии. Ну, возможно, она бесконечная. Попробуем, не знаю, посмотрим точнее. Так, нам надо еще параллельно искать какие-нибудь грибочки, какие-то материалы. Всяких врагов, которые у нас отмечены на карте, ну их в жопу мы их сразу будем обходить. Даже неинтересно. Сейчас не хочется с ними сражаться. А, это что такое у нас? А, это телепорт. Как раз какая-то самая арена. Слушайте, а у нас по карте здесь это как отображается? А, так у нас и есть, я понял. Телепорт. Чуть выше там, да, ползначки. Значит, нам здесь требуется что? Телепортер у нас устройство есть. Нам требуется редкристалл. Редкристалл, редкристалл. Правда, по-моему, мы его не находили еще. Но как найдем, обязательно что-нибудь здесь сделаем. Все, погнали. А, подожди, стоп. Вот и редкристаллы. Ну-ка, сразу давай доводим их. Раз, два, три, четыре. И у нас есть кристальчик. А, о, смотрите. Так он даже не один, их несколько штук сразу падает. Сколько там получается около пятака? А, нет, три штуки. Ну, тоже неплохо. То есть можно будет активировать разнообразные телепорты в разнообразных местах. Классно. Скрафт забрали. Так, где у нас кристалл? Активация. Готово. Готово. И как ты работаешь, друг? А, я понял. Просто нажимаешь, и ты здесь оказываешься. Единственное, что-то я не понял. Сейчас, подождите. Ну-ка. Да, это бесконечно будет работать. Круто. Это реально очень-очень круто. Хотя, да, кристалл у нас не бывает. Я думаю, мало ли для путешествия требуется именно красный кристалл. Но нет. Ну, а раз нет, как говорится, на нет и сюда нет. Все. Отправляемся дальше. Точнее, грибочки берем. И вот та самая у нас билдинг-мод Ариена. Значит, нам надо будет сделать что? Билд крафтинг-тейбл. Первое, что мы должны будем построить. Где у нас он находится? Во вкладке. Вкладки, вкладки, вкладки. Крафтинг-тейбл. Вот он, крафтинг-тейбл. Требуется некое количество скрапа. Давайте прямо по центру будем его делать. Где-нибудь вот здесь. Дальше, что нам требуется? Требуется вуден-тент. Планки, доски у нас есть. Комнату нам, наверное, себе сделаем где-нибудь вот здесь пока временно, да? Потом, если что, обязательно поменяем. Дальше, требуется кукинг-пот. Кукинг-пот у нас идет... Кукинг-пот, где у нас в еде? А, вот он, кукинг-пот. Нам нужен уголь и еще несколько древесины. Хорошо, дерево добудем прямо... Нет, давайте дерево здесь не будем добывать. Лучше немножечко подальше отойдем. Где-нибудь вот здесь. Где у нас топор, он? Готово. И нам потребуется еще уголь. Пару как раз-таки залежей тут есть. Сколько-то штучек у нас упало? Три штуки. Ну, давай еще один доберем до конца уж. Вот, думаю, теперь должно точно хватить. Единственное, что... А сколько у нас древесины? А, шесть единиц. Ну, ладно, окей. О, стоп, грибочек. Грибочек наше все. Где у нас будет располагаться... Кукинг-пот этот, так называемый. Некий костер. Ну, давай его, наверное, поставим... Ну, где-нибудь вот здесь. Почему бы и нет? Пускай будет тут. Так, мы, значит, теперь можем подготовить еду. У нас это выглядит следующим образом. У нас даже есть подсказка в рецептбуке. Кукинг-пот. Это у нас три детали соединяются. Дается какой-то суп. То есть, чем больше разных предметов мы будем мешать, тем вкуснее у нас может получиться суп. Хотя, если честно, я такой большой фанатик супов, особенно грибных, поэтому нам никакие добавки туда и не нужны. Короче... А у нас их и нет. Поэтому просто грибной супчик. И это классно. Это реально очень круто. Что мы можем еще сделать параллельно? Давайте сделаем, наверное, еще поля. Сделаем колодец. Нам требуется четыре доски. Так, доски, доски, доски. И у нас идут вот здесь. Раз, два, три. Ну, все перерабатываем, по сути. И камни, да? А камни у нас делаются. Раз, два, три. Шикарно. Три штуки у нас имеются. Так, дальше что? Где у нас будут находиться поля? А, стоп, нам еще один блок нужен. Хм. Где-то камни были. Во. А, стоп, вот этот камушек у нас как раз-таки есть. И нам больше добывать ничего и не надо. Хватает же там или нет? Сейчас проверим. Да, хватает еще на один блок. А теперь смело и спокойно будем размещать у нас поля. Они у нас будут... Хотя нет, давайте поля лучше сделаем как раз-таки недалеко от готовки. Какие-нибудь вот здесь. Тут у нас будет находиться колодец. А поля мы сделаем вот тут. Раз, два, три, четыре, пять. И, в общем, по пяти позиций сделаем везде вот так. Пять на пять сделаем. Во. Будет достаточно. Тем более, теперь у нас есть возможность убрать из кармана разнообразные семена, которые нам постоянно забивают инвентарь. Мы это все делаем вот так вот засеиваем. Правда, еще не успел засеять. Уже появляются значки о том, что требуется полив. Так, а как полив? Полив, полив, полив. Нам требуется ведро. Ведро у нас сделает... Хотя, стоп, даже ведро у нас делается вот здесь. Для этого требуется несколько досок. Ага, понятно. А чтобы доски мне сделать, мне нужна древесина. Ладно, пойду рубить. Надо, кстати, посмотреть, сколько будет едать сейчас за одно дерево в процентном соотношении. У нас было 94. Нихрена себе, а что так много-то? Я думал, там 2 или 3 единицы в процентах, да? Нифига себе. Тут надо пару целый склад делать. Слушайте, кстати, да, по поводу склада. Надо посмотреть, а мы здесь можем производить склады или какие-то инвентари? А, мы не можем здесь ничего делать. Только вот туда. Так, у нас... Пурум-пурум-пум. Это дом строить, мы обязательно сделаем. Ферму какую-то построим. Во, сундук. Да, доски нужны. Я понял. Ну, в общем, надо фармить, 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 еще раз фармить. Ну, ладно, мы это сейчас все сделаем. Тем более, у нас по заданию надо просто взять и пережить первую ночь. Блин, дерево уже не влезает. Все, вроде я нафармил. У нас есть даже 2,5 стака. Можно готовить. А пока... А пока забираем суп грибной и закидываем новые грибочки. Пускай готовятся. Нам нужны ведро... А, стоп, да. Через планки. Сначала раз, два, три. Хотя, наверное, побольше сразу переработаем. И сделаем ведро. Готово оно? Нет у нас? Да, ведерко есть. Кристалл сюда. И давайте, наверное, сделаем сразу же еще и сундук. Сундук для вещей. Вот, он будет находиться где-нибудь вот здесь у нас рядом. Как-нибудь вот так вот поставить. Ну, допустим. Во. Сколько там у нас вещей хранится? Да, не густо, конечно. Вообще не густо. А еще проблема, смотрите, у нас... Не понял. Проблемы нету? А, нет, проблема есть. Супа у нас не стакаются. Одинаковые 2 супа. Но они занимают очень много места, да. Их либо надо сразу съедать, а сырые продукты придется, наверное, как-то уже стака хранить. Ну, ладно, это надо будет поэкспериментировать. Значит, что у нас там с ведром? Оно у нас есть. Да, готово. Теперь начинаем это все быренько так вот поливать. Да, конечно, тут таскать воду. Если это будет все далеко находиться, то тут еще геморрой. Пока рядом, более-менее. А, либо поставить еще один колодец с другой стороны. Хотя это будет, наверное, не особо круто смотреться. Так, чисто уже, знаете. Вот, за того, чтобы для хера у тебя ресурсов. Блин. Еще один грибочек, кстати, увидел. Как раз-таки не хватает на полную порцию новых сухов. Вроде все. У нас семена где-то остались еще, нет? Так, все. Семен больше у нас нема. Блин. Я... Черт. Я хотел выбрать грибы, и случайно на него нажал мышкой. А если мышка нажимаешь, то это предмет уходит в использование. Зараза. Ну, ладно. Тут у нас еще не грибок вырос. Поэтому сразу это все дело сейчас закинем на дальнейшее производство. Раз, два, три. Так, с этим мы разобрались. Предлагаю сделать следующее. Поставить нам еще парочку... Ммм... Парочку, парочку, парочку. Чего парочку? Парочку столов, наверное. У нас нету... Алхимии тейбл, да? Мы его сделаем где-нибудь вот здесь, наверное. Пускай будет находиться тут. Дальше мы возьмем... Хотя, стоп. А, он бутылки может делать у нас разные. Я понял. Значит, дальше возьмем еще один стол, который у нас будет... С баллона у нас такой есть. А, металл требуется, скраб. А скраб у нас пока что... Увы, я. Теоретически, конечно, можно здесь побродить где-нибудь сейчас и что-нибудь поискать. У нас в инвентаре места не так уж, в принципе, и много свободного. Наверное, есть смысл вот это, то есть его перекинуть. Это туда, туда, уголь туда переложим. Вот этот планшет. Вот этот уберем. Кристалл нам не нужен. Доски, наверное, так же можно убрать. И вот все, наверное, да. Давай немножко посмотрим, что тут есть поблизости. Так бы, конечно, сразу бы несколько столов бы поставить и было бы вообще... О, здрасте. А вот нам как раз-таки вы и нужны были, товарищ. Так, он отъехал у нас. Только одна деталька дается. Серьезно? Слушайте, ну это, конечно, да. Это будет сложно. Хотя, стоп. У нас слева вот здесь были, по-моему, еще парочку врагов. Теоретически можно попробовать сейчас на них напрыгнуть. Ну-ка, иди сюда, товарищ. Заблокировался удар у нас. Это хорошо. И был где-то еще один, когда мы бежали. Вот он вот тут. Но это какие-то медленные враги. Я видел, посерьезнее, ребят. А, вот тут, по-моему, смотри, шустрее стрелять, да? У него скорость атаки намного больше, чем у предыдущего. Так, не собираешься. Что-то, во, забрали. Так, еще что у нас? Еще, еще, еще. Еще, еще, еще. Где тут, по-моему, запчасть была? Или мне не показалось? Или мне, наоборот, не показалось? Ну-ка, цветы собираются? О, здесь еще и цветы можно собирать. А, значит, именно они у нас и будут использоваться для производства хилок и всего остального, да? О, это что такое у нас? Здесь у нас есть, так, скраб металл, это все замечательно, здорово. А это, что это за херня такая, я не очень понял. Нихрена себе, я сказал себе. А, так здесь у нас полноценная шахта. Кристаллы синие, зеленые, грибы. Слушай, ну тут очень много всего. Тут реально очень много всего. Здесь, интересно, противники есть? Есть, 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 есть. Сейчас, подожди. Заблокировала щитом. Нормально. Хорошо. Сразу собираем весь хлам отсюда. Что у нас там в карманах осталось? Место есть? Да, место есть. Как раз-таки, наверное, несколько столов там хватит. Главное, видите, нам, получается, щит так подстроить, чтобы они не могли никак прямо по нам стрелять. Надо чисто, чтобы уходило все в блокировку. О, грибочек. Еще один, а? Смотри. Блин. Во, нормально, нормально. А, и пещера, кстати, закончилась. Ну и ладно. С другой стороны, зато здесь не так уж и много всего. И достаточно для того, чтобы просто подфармить основные себе ресурсы. Все, возвращаемся. Хлама теперь нам точно должно хватить. Единственное, сейчас сразу гриб заберу. Вот отсюда. Теперь будем знать. У нас еще какой-то точек. Так, ну что, давайте, наверное, сразу супчик и навернем. И грибочки вот таким вот образом сейчас разместим. И начнем сразу это все дело заготавливать. Наверное, для еды было бы классно поставить отдельный стол. Ой, точнее, сундук. Но нужны будут ресы. Значит, с баллоном мы строили? Нет, с баллоном мы не строили. Сколько, дожди, там у нас осталось столов суммарно еще сделать? Этот у нас есть. Этого у нас нету. Два. А, давайте таким образом сделаем. Значит, сейчас. Подожди, стоп, что-то я не понял. А, с правой стороны должен быть, да? То есть вот таким вот образом. Теперь сделаем вот так. А второй стол, который у нас не хватает, это вот этот, да, получается? Мы его поставим как-нибудь. Блин, вот так бы его здесь сделать? Не, ладно, здесь продолжим. А с какой стороны у нас идет лицом к нам, получается, бак снизу? Вот так вот. Правильно? Блин, некрасиво бы смотреться. Ну-ка. Хм. А вот так, если мы сделаем? Да, почему и нет? Пускай будет таким образом. Значит, дом есть. Кровати у нас пока не строится. Так, ну хату мы будем делать отдельное, думаю, если захотите увидеть прохождение по ней. Оружие у нас в производство пошло. Кстати, забираем супец. Грибочки. И супец, наверное, сразу навернем. Вот так вот. Значит, здесь у нас есть, да, это производство вещей. И здесь в алхимии. А что требуется для хилки? А, всего лишь требуется два красных растения. Слушай, ну это классно. Почему нет? Пускай будет у нас. Тем более, они стакуются. Это удобно, да. А здесь у нас идут шмотки. Мы хотели здесь сделать шлем. Но не хватает желтых книг. Зараза, вот вообще не хватает. Ну-ка, а если ниже? А, ну здесь уже переплавил. Точнее, кузница нужна будет, да, там, или какая-то там мастерская по переплавке. Так, ладно, с этим разобрались. Это сюды. О, у нас здесь и агарта уже зашел, ты посмотри. Не, ну еду надо, конечно, как-то отдельно начинать хранить. Единственное, вот что интересно, а семена нам за это вообще дают или нет? Да, семена, кстати, нам дают. И это очень-очень неплохо. О, так, у нас здесь еще 48%. Давайте, наверное, я меч, точнее, кирку, вот эту, блин, понятно, да. Мы ее уберем. Вот так вот, место сводимся дополнительное. И соберем вот это все. Во. Хватает нам на все? Да, хватает. Это сразу мы обратно в посев уходим, отправляем точнее. Абсолютно сразу все семена. А вот это мы забираем, да. Ну и так далее. Конечно, надо будет поливать. Ладно, я думаю, тогда на этом моменте я серию закончу. Мне интересны вообще ваши мысли, ваше мнение по поводу данного проекта. Хотите ли увидеть прохождение, что тут будет дальше, наше путешествие. В принципе, здесь еще очень много везде, где здесь можно погулять, поисследовать и построить. По поводу игры. Игра, кстати, в релизе будет на русском языке полностью. Мультиплеера в игре можно не ждать. Это такой краткий ответ сразу, наверное, на многие вопросы. Ну а я с вами всех, совсем точнее прощаюсь, всех поднял, обнял. Пишите свои мысли. Всех люблю. Всем пока.